ну вот короче так ребят у меня дома опять кипишь потому что я переезжаю и вновь складываю все одна вот сейчас мне нужно разобрать вот этот шкаф тут уже половина вещей готова короче полный бардак сегодня успела отснять утром ролик потому что я как туда заеду сегодня или завтра нужно мне его быстренько смонтировать и выложить вам поэтому сегодня я очень много успела делать вести детей в школу сходить в больницу снять ролик то есть вообще пипец сколько сегодня успела сложить там много-много вещей вот то есть вообще полный кипиш полный бардак у меня дома творится сейчас мне нужно вот я уже говорю да это я все сложила и сейчас мне нужно собрать все остальное сегодня мы уже должны переехать вот такие дела но я уже говоря то что мы переезжаем из-за того что в доме нет отопления нет газа у нас нет горячей воды у нас нет отопления то есть мы просто замерзаем то есть невозможно не умыться не спать то есть пол вообще ледяной приходится ходить шерстяных носках там сверху одевать какие-то теплые кофты то есть и ну ужасно все холодно вот поэтому сейчас вот такой у меня кипиш сейчас я быстренько собираю и начинаю вызывать машину ой блин короче ребят это такой срач после вот этого переезда ну блин нет через минут 10-15 вы явно не будет это просто жесть вообще что творится в квартире можно запускать толпу людей просто не бояться все очень половину вещей уже перевезли и пусть меня сейчас осудит кто-то да я вам скажу так я просто сбегаю из этой квартиры но не просто так сбегая да не заплатив там ни за что у меня оплачено коммуналка у меня оплачено до то есть не буду говорить какие числа ну короче оплачено на пять дней вперед того как я должна выехать да как внести в новую плату и у меня уплачен также залог то есть это получается хозяину даже в плюс но я съезжаю ничего ему не сказав я объясняю почему такая ситуация потому что он обещал нам тепло обещал тепло что будет газ будет там горячая вода все на свете в итоге у нас не горячей воды не отопление у нас вообще ничего нет мерзнем вообще просто капитально мерзнем дом еще ни разу не отапливался поэтому ну я думаю кто понимает тот поймет какая вообще холодина в доме вот он обещает 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 говорить но вы же обещали потерпеть я груда я обещала потерпеть если хотя бы будет горячая вода то есть сегодня приходил вот это технодзор они сказали то что возможно а через три недели через шесть недель возможно к новому возможно после нового года у вас будет газ то есть это вот все возможно это подразумевается только в 2019 году я так понимаю потому что если они знают точно они говорят точную дату а вот это вот он говорит то что ну ладно если они типа не сделают газ а когда это все будет известно то я повешу обратно вам типа вот этот бойлер да solid а чтобы была горячая вода но суть то в том что я понимаю более ты повесишь горячая вода будет это все хорошо вот в такую погоду вот в такую погоду когда на улице днем плюс 56 градусов вот сейчас плюс двадцать шесть градусов но когда на улице будет ноль градусов там никакая горячая вода не поможет я одна да смогла бы конечно запросто я даже не спорю но когда у меня двое детей когда у меня двое детей мёрзнут и начинают кашлять, сопливить, чихать, извините меня, я не могу остаться. Я это всё ему говорю, но он всё говорит опять же, потерпите, потерпите, потерпите. А так как я вот очень-очень жалостливый такой человек, ну почему-то я вот пакость вот такую вот возьму до быки, но я не знаю почему. Вот мне, чтобы сразу сказать, мы съезжаем. А я ему намекаю, но не говорю. Вот я не могу почему-то прямо так сказать. Вот я не знаю, у меня какой-то вот страх во мне сидит, я не могу сразу сказать. Я вот его намекаю, но не говорю уж, что мы выйдем. И я уже договорилась с соседкой, что она заберёт ключи, там, тыры-тыры, тыры-тыры, а я ему потом быстренько кину я смсочку и заблокирую номер. Я не знаю, почему я такая вот честная, я не знаю. Вот напишите, вот что это вот за такой вот страх. У меня всегда так происходит, вот всегда где-то я или снимаю, или работаю. Я не могу прийти на работу, ну то есть если я хочу уволиться, у меня почему-то возникает сразу дикий страх. Я не знаю, с чем это связано вообще. То есть мне проще сбежать. Как я сбегала из дома раз в 25. Так же я сбегала с работы, так же вот отовсюду, так же из квартир. Мне проще сбежать. Я не знаю, почему. Вот напишите, что это вот за такой страх. Это реально какая-то фобия, я так думаю. Поэтому давайте, жду ваших комментариев. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну, осталось совсем немного. Я просто разделю по частям. Блин, больно руку поцарапала. Ау-ау-ау, вот. Но самое сложное, я думаю, будет сворачивать фон. Не разбирать стенку, а именно сворачивать фон. Так, ну ладно. Я офигеваю с этих грузчиков. Это я вот сейчас просто хожу и таскаю половину. Вообще жесть какая-то. Какой-то полный тормоз вообще. Ну, практически все, я бы вам сказала. Ну, завтра еще нужно туда пойти. Этот фон, я его никак не смогла собрать. В общем, нужно там все помыть, еще там по мелочи перевести. Ну, и остается самое интересное, это разбирать вещи. Это самое, самое, самое такое. Это мой канал. Сейчас, Анна, буду на ваш тоже записывать. Вот, осталось самое интересное, разобрать вещи. Ну, сегодня, знаете, вызвала когда грузчиков. Я вообще, честно, вот так хотя искать. Эй, чувачок, давай пошевели своим задом. Они настолько тормозили. Это просто кошмар. Это просто кошмар, насколько они тормозили. Я просто психовала и брала вот вещи, да, которые могла вынести, и просто несла сама. Они приехали, четверо мужиков, четверо мужиков приехали, начали обсматривать, что, где, как. Ладно, потом двое ушли, двое начали. Так, а как бы нам это разобрать? И вот стоят, понимаете, и думают. Я говорю, может, вы пока будете выносить мелкие вещи, загружать в лифт там, а потом по ходу там думать. Ааа, ну да, и вот это такой тормоз, это такой тормоз. Они уложились за два часа. Они могли это сделать вообще за час. Все практически. Это просто ужас. Говорю, я половину вещей перетаскала сама. Вообще, никогда больше, больше никогда к ним не обращусь. Именно вот к этим, это вообще, это ужас какой-то. Вот тогда помню, когда я сюда переезжала, в Анапу. Два паренька было молоденьких, шустреньких. Они вообще без всяких. Они там и пошутить успевали, и все на свете успевали. И меня даже развлекали. Быстро вообще все переделали. Эти, ну это пипец какой-то. Я никак не ожидала. Я хотя бы хотела каких-то нормальных, адекватных, пусть тормозов, но симпатичных там, не знаю. Да, ну нет, ладно, шучу, я что-то уже загоняюсь. В общем, все, ребят. Спасибо, что посмотрели этот влог. Если он уже закончится. Короче. Устала, не могу вообще. Нет слов. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok